Уважаемые все общественные палаты и все участники сегодняшнего нашего заседания Совета общественной палаты, как вы видите, сегодня мы проводим расширенное заседание Совета общественной палаты И во-первых, разрешите всех вас поздравить с успешным проведением выборов главы города Якутска И, конечно же, с вашим ответственным и успешным участием в общественном наблюдении за ходом о голосовании в избирательных участках города Якутска Сегодня в позиции нашего расширенного заседания три вопроса Первый вопрос у нас об итогах проведения общественного наблюдения на избирательных участках в период проведения Первый вопрос, как уже сказано, об итогах проведения общественного наблюдения на избирательных участках в период проведения досрочных выборов главы города Якутска Информацию представит заместитель председателя общественной палаты Республики Николай Дмитриевич Бугаев, руководитель общественного штаба Второй вопрос у нас об итогах независимого общественного мониторинга на избирательных участках в период проведения досрочных выборов главы города Якутска выступят наши гости, которые в течение вот этих двух дней очень добросовестно, ответственно отработала вместе с нами Алена Булгакова. И третий вопрос об утверждении списка выездов тренеров-преподавателей для проведения обучения наблюдения. Этот вопрос представит Владимир Владимирович Шердаков, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Есть у кого-то какие-то предложения по повестке сегодняшнего заседания? Нету? Тогда утверждаем данную повестку и давайте начнем рассмотрение указанных в нашей повестке вопросов. Николай Винтыч, по первому вопросу вам слово. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги, меня слышно? Пока. Спасибо. Я, во-первых, хочу сказать всем огромное спасибо. Мы три дня отработали в таком довольно напряженном режиме. И лучшей благодарностью стало то, что все кандидаты, которые участвовали в выборах, они признают, что выборы были честными, легитимными и никаких нарушений, которые бы могли повлиять на исход выборов, не было. И большое спасибо всем, кто работал на земле, скажем так, в участковых избирательных комиссиях. Было очень интересно с вами работать, и мы очень много для себя подчеркнули. Это была разведка боем для того момента, который нас ждет в сентябре, когда мы должны подключить более 5500 человек, будем выставлять на выборы в сентябре. Поэтому мы прошли вот это большие, скажем так, учения и прошли, на мой взгляд, нормально. Во время проведения выборов в общественной палате для консультирования у нас работала горячая линия. Была мобильная группа реагирования, которая выезжала. И я здесь хочу сказать большое спасибо Алене Валерьевне, которая методически нам показала. Ну, когда вот читаешь, когда смотришь, это одно. Когда человек делает и по принципу делай, как я, да, мы очень много чему научились. Есть у нас, скажем так, не болевые точки, а точки роста, где бы мы могли сделать работу еще эффективнее, еще быстрее. Мы, конечно, северные люди, у нас немножко все, оказывается, идет в более медленном темпе. Нам надо быстрее, как говорится, реагировать, потому что у нас для реагирования очень мало времени. И мы увидели воочию, как надо реагировать, как надо выезжать, как надо работать с нашими общественными наблюдателями и с наблюдателями других партий. Было очень много звонков с вопросами справочно-информационного характера. Например, мне, например, звонили дважды люди, которые сидят на карантине, как они будут голосовать. Все мы дали нормальные ответы. Также в оперативном режиме мы работали по нашему золотому стандарту. Я вчера был удивлен, что у одного нашего коллеги из другой партии был наш золотой стандарт, он им пользовался. Это, конечно, очень приятно, что золотой стандарт, он дошел до других тоже партий. У некоторых партий, одной из партий было мобильное предложение. Оно показало, что информация благодаря мобильному предложению, она быстрее доходит до центрального штаба. Здесь нам нужно подумать к сентябрьским выборам по этому предложению. И у нас очень общественным движением корпуса «Чистые выборы» мы должны будем сделать соглашение и более активно работать на выборах осенью. И также было такое, что некоторые представители политических партий, наблюдатели, они отказывались с нами говорить. То есть это говорит о том, что несмотря на те соглашения, которые были с головными офисами партии, и те соглашения, которые были у нас в прошлом году, нам надо свои соглашения с оригинальными отделениями подписать, потому что надо делать так, чтобы нам, ну, может быть, некоторые наблюдатели не совсем были готовы от партии, и они знали даже, что такое общественная палата, нам надо с ними отрабатывать, и чтобы нас знали, нам доверяли, и чтобы вот, когда мы обращаемся к наблюдателю для того, чтобы найти истину, они с нами хотя бы начали разговаривать, а не закрывались в себе и что-то там думали, что мы какие-то откуда-то засланцы пришли. Вот здесь нам надо тоже отработать. Вот, и в целом я оцениваю нашу работу нормально, вот, и есть, конечно, вот, как я сказал, вот те моменты, над которыми надо отработать, вот, по юридичному сопровождению будем отрабатывать, чтобы нам было дополнительное юридическое сопровождение доведено, вот, и надо будет уже делать штаб, мы будем делать, наверное, штаб информационный центр не в другом здании, а здесь, вот, и усилить его, вот, молодежи, чтобы мы оперативно смотрели за теми мессенджами, которые идут у нас в приложениях и в инстаграме, и в других приложениях, для того, чтобы быстрее на них реагировать, вот. И еще раз хотелось бы сказать большое спасибо Алене Валерьевне за то, что вот показало, вот, очень хорошо у нас совпало, что у нас выборы были внеочередные, и к нам вот было такое пристальное внимание со стороны общественной палаты, экспертов, вот, и вообще вся Россия смотрела, и только на Якутию, и немного, по-моему, на Узмурти, даже на Нарвоши смотрели. Спасибо, коллеги. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что пригласили, спасибо, что такие теплые слова о работе, потому что работа была проведена колоссальная, она была проведена на достойном уровне, и на самом деле это заслуга каждого из вас. Каждого из тех волонтеров, которые вчера и позавчера трудились на благо Республики, на благо Якультска самого, и большая работа была проведена. Мы прошли такую серьезную репетицию, я бы сказала, даже генеральную репетицию, наверное, перед выборами депутатов Государственной Думы, и особенность заключалась в том, что вчера мы смогли объединить все усилия для того, чтобы выстроить полностью идентичную федеральной компании структуру работы общественного контроля, инфраструктуру такую определенную, которая позволяет провести максимально легитимно выборные процессы. У нас функционировал информационный центр, работала горячая линия, находились наблюдатели на участке из числа членов общественной палаты, за что большое спасибо, потому что программа методическая, Ассоциация НОМ и общественная палата Российской Федерации, которая буквально только в феврале была презентована, вчера и позавчера, и в пятницу была уже пробирована на избирательных участках. Для нас это тоже важно, потому что мы растем вместе, мы растем вместе, объединяя усилия для того, чтобы сделать процесс чище и легитимнее выбора, чтобы доверие избирателей к системе ни в коем случае не пострадало, потому что от выборов и доверия избирателей к системе зависит и доверие к публичным органам власти, которые формируются путем прямых выборов. Также хотелось бы сказать, что мы для себя отметили три тренда, которые вот в этой кампании, в городе Якутске, мы можем с уверенностью обозначить. В первую очередь, хотела выразить слово благодарности избирательным комиссиям, территориальной избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии республики. Понимаю, какое напряженное время сейчас было, потому что, как правильно Николай Дмитриевич сказал, большое внимание было приковано со стороны всей России, постоянно в режиме реального времени переписывались с регионами, спрашивали, как дела, как обстановка на участках, разная информация поступала и конструктивная, и где конструктивная, в социальных сетях, телеграм-каналах, что сейчас очень модно стало, и оттуда в основном черпают информацию, и чаще всего она оказывается не совсем достоверной. К сожалению, вот такое мы сейчас живем, потому что очень быстро, недостаток информации когда-то, да, там в 90-х, начале нулевых, перерост, переизбыток информации сегодня, переизбыток каналов, которые мы имеем, поэтому с этим надо работать. Это как одно из полей такого для роста, условно, такая стратегия Голубого океана, когда нам нужно брать это поле и с ним работать. Поэтому очень высоко мы оценили подготовку избирательных комиссий самих, потому что везде были установлены видеорегистраторы. При этом хочется отметить также, что процедура многодневного голосования, она не является обязательной для выборов. Это принимает решение комиссии, организующая выборы. В данном случае это было принято. Многодневное голосование, оно не так давно внедрено в избирательное законодательство, и на текущий момент оно реализуется, и в части уточнения действуют нормы временного положения, утвержденного Центризбиркомом России. Мы понимаем, насколько это тяжело, мы сталкивались с этим на других выборных кампаниях, поэтому здесь у нас претензий у наблюдательского сообщества к работе, организованной в рамках многодневного голосования, нет. Возникали вопросы на нескольких участках, скорее даже не вопросы, а подозрения от заинтересованных сторон, представителей политических сил относительно сохранности сейф-пакетов, но это быстро удалось развенчать, потому что все сейф-пакеты в Якутске были под пристальным видеоконтролем все сутки, когда они хранились. И, просмотрев буквально видео, сомнения развеялись, и никаких претензий больше стороны не имели. Также хочу отметить высокую квалификацию и высокий рост активности среди институтов гражданского общества и отдельных граждан. На процессы, которые организованы были здесь, именно с точки зрения независимого наблюдения, организации, подготовки наблюдателей. Для меня было удивление, честно признаюсь, я даже коллегам написала, что вот Николай Дмитриевич, Лена Павловна, другие наши коллеги, вот с утра до самого позднего вечера, пока протоколы не были получены, находились на избирательных участках и с ответственностью подходили к возложенным на ним обязательствам. Мы постоянно были на контакте. Я в составе мониторинговой группы выезжала на участки с Владимиром Владимировичем и удавалось решить важные вопросы. Буквально вот на 796-й участок мы выезжали, где был отстранен член комиссии с правом решающего голоса от работы со списком избирателей. Мы появились там в тот момент, когда буквально разгорался конфликт между наблюдателем и председателем комиссии. И благодаря вот нашим совместным действиям, мониторинговой группы общественного штаба республики, нам удалось погасить конфликт, подключить оперативно через телефонный разговор председателя территориальной избирательной комиссии, и все стороны остались удовлетворены. Мы считаем, что это верх искусства вот такого общественного независимого наблюдения, ведь наша задача подготовить профессиональные кадры для осуществления общественного контроля за будущими федеральными выборами. Также немаловажный факт, но это немножко, конечно, политически, но все-таки то, что мы заметили для себя как наблюдатели, как электоральные эксперты, это высокая конкуренция. Потому что вчера до последнего, когда подводили итоги, ждали, даже не вчера, а сегодня уже, ждали каждый протокол, это происходило с таким трепетом душевным, что вот казалось, кто вперед уходит, кто немножко заде остается, и вот эти постоянные скачки, они действительно держали в напряжении, но при этом победил достойный, победил тот человек, за которого проголосовали избиратели. И это правда. Даже Николай Дмитриевич, я напомню, мы тоже сегодня пока были на встрече с молодежью, делились впечатлениями с участков, и вот из последнего опыта организации муниципальных выборов такое я не припомню сейчас. Поэтому спасибо вам за вашу работу, мы готовы в дальнейшем сотрудничать. Пожелания, ну вот, как я уже обозначила, наверное, совершенствоваться надо нам всем в информационном поле, потому что фейки и недостоверная информация, которые манипулируются знанием наших сограждан, избирателей, создаются лишь тогда, лишь при тех условиях, когда есть определенный информационный вакуум. Когда человек не знает вообще, что происходит, и потом это незнание, вот этот пробел, он заполняется вот такой лживой, периодически, откровенно информацией. Поэтому будем стараться работать сообща на результат, брать на себя ответственность за те задачи, которые мы выполняем, и готовить профессиональный кадр. Спасибо вам большое за прием, за совместную работу.